Уважаемые братья, мы сегодня обсуждаем очень актуальную тему, потому что очень много людей приходят с этим вопросом. Эта тема касается тех наших братьев, которые уезжают в Сирию на джихад. Мы видим, что некоторые из них становятся смертниками, например, наш соотечественник взорвал себя над вражеским танком. Кроме того, мои уважаемые братья, мы слышим, что даже наши сестры уезжают в Сирию на так называемый секс джихад. Еще мы будем говорить о так называемом Исламском государстве, или же Игиш, то есть Исламское государство Ирака и Шама, название на арабском Даиш, или как говорят Игил. И будет обсуждаться еще одна проблема. Мы наблюдаем, что обо всех этих событиях есть очень много сведений в средствах массовой информации, а нашу молодежь вербуют именно через интернет. И когда мы затрагиваем эту тему, многие не хотят нас слышать. В Аравии их называют Даиш, а в России и в этом регионе их называют Игил. Это слово Даиш, первая буква Дауля, означает государство. Буква И – это исламское, Айн – означает Ирак, а буква Ша – это Шам. Итак, это Исламское государство Ирака и Шама. Это его название. Что мы знаем о них? Давайте послушаем. Мы слышим о них, что их калифа, то есть правитель, некто по имени Багдади, Аль-Багдади. Мы видели его фото в интернете. Но мы не знаем, кто он, откуда он, где он учился, у кого он брал знания, у кого брал уроки, где он воспитывался, кто он вообще. И потом, кто этот муски, который издает фетвы? Кто их руководитель, который управляет ими? Кто их вожак, кто призывает их к порядку? Кто их наставник? Этого мы тоже не знаем. Мы не придаем значение, если это известный человек. Но если кто-то очень известный и с известным прошлым, мы бы придали ему значение. Но здесь новые лица, которых никто не знает. Как будто они упали с неба или появились из ниоткуда. Во-вторых, они говорят, что это Исламское государство. Что это Исламская страна и требует, чтобы присягнули к их калифу, к Абу-Бакру Аль-Багдади. Но мы спросим, а кто он? Мы не знаем, он недавно появился. Мы не знаем, он недавно появился. Также спросим о тех, которые вместе с ним. Они говорят, если вы не присягнете к нам, если вы не переедете в Исламское государство, то вы все становитесь неверными и отступившими от веры. Так они считают кафирами многих мусульман. Теперь обратите внимание, мы знаем ученых. В Сирии есть такой-то. В нашей стране есть такой-то ученый. Ученые, они всем известные. Никакой в мире ученый, который считается таковым, или человек, на которого указывают, как на ученого, не сказал, что их государство правильное, и что они поступают по установлениям шариата, и что им надо присягать. Никакой человек, который считается ученым, не сказал, что они на правильном пути, что надо к ним примыкать, что надо присягать, и что будет плохо, если мы этого не сделаем. Никто не сказал этого. Почему никто из мувкиев, никто из алимов не сказал так? Само это обстоятельство порождает недоверие к ним. Мы смотрим с опасением на эту ситуацию. Потому что установление шариата – это знание. Установление шариата – это религия. Мы поверим, если скажет ученый этой религии. Мы поверим, если скажет ученый этой религии. Но если это кто-то никому неизвестный, который сегодня вышел и сказал, что он алим, мы ему не поверим. А что делает так называемое исламское государство? Они убивают тех, кто борется с неверием, и тех, кто старается спасти свою Сирию. Они привозят людей из Саудии, из Туниса, из Средней Азии. И говорят им, что они, если взорвут себя в мечети, где молятся те, кто против режима Асада, прямиком попадут в рай. В какой религии такое сказано? Это какой ислам? Это какой ислам, который не удовлетворяет разум? Где это сказано – заходи в мечеть с бомбой? Вот наш один соотечественник взорвался над танком. Мы вчера были в его селе. Вот так они делают. Эти молодые люди уезжают туда и убивают невинных мусульман. Теперь подумайте, как обычный рядовой мусульманин, не опираясь на установление шариата, можно ли просто зайти со взрывным устройством в мечеть, в дом Аллаха и взорвать там молящихся мусульман? Здесь не нужны особые знания, хватит разума, чтобы ответить на этот вопрос. Вот эти люди говорят, что это ислам, что они мусульмане, что они исламское государство. Разве это поддается логике, мои дорогие братья? Конечно же нет. Значит наша молодежь обманывается и ведется на это. Как они там поступают? Посмотрите в интернете. Они снимают ролики и фильмы высшего качества с высшим профессионализмом. Они говорят, мы построили исламское государство. Братья, приезжайте к нам, выходите на джихад. Присягните к Абу Бакру Аль-Багдади. Проанализируйте, они снимают такие ролики, которых не снимают даже передовые страны с огромным бюджетом. Они призывают молодежь с Таджикистана, с Узбекистана, с Кыргызстана, которые не знают арабский язык. Они вербуют на своем языке. Почему? Потому что эта молодежь не понимает их политику и язык. И когда они приезжают в Сирию, они делают то, что им приказывают. Они говорят, Турция стала кафирской страной. Сирия стала кафирской страной. Они сотрудничают с Америкой. Их нужно убивать. Все они вероотступники. И прикрепят к твоей пояснице бомбу и прикажут взорвать самого себя. Сами подумайте, откуда они берут деньги. Чьи они выполняют приказы? Ведут себя как истинные мусульмане. Отращивают бороду, несут флаг со словом «нет Бога, кроме Аллаха». Но, к сожалению, они становятся оружием в руках неверных. Они собирают и убивают ту молодежь, которая любит ислам и хочет помочь мусульманам. Они истребляют их. Несмотря на это, некоторые обманываются и уезжают туда. Ты не знаешь, что там происходит. Ты не знаешь, с кем там воевать. Резя уезжать в Сирию или Ирак. Почему? В вашей стране население составляет 6 миллионов человек. А население Сирии 30 миллионов. Ирак еще больше, чем Сирия. Как думаете, они нуждаются в вас? Нет. Количество людей у них предостаточно. Правильно, в Сирии есть проблемы. Надо помогать простому народу. Но если будем помогать тем, кто называет себя исламским государством и называет себя борцами за веру, то мы заблудимся. Теперь вы. Допустим, что вы поехали туда. 10 тысяч человек. Вы станете каплей в море среди 30 миллионов человек. Даже если вы поедете все вместе, не сможете помочь им. Людей предостаточно. Ты делай джихад. Ты не думай, что я призываю к священной войне. Наша религия приказывает делать джихад. Ты совершай его, но делай это в своей стране. Здесь твоя священная борьба. Что, все женщины носят хиджаб? Перед этим была лекция для женщин. Половина мечети осталась пустой. Сколько человек есть в городе? В этом городе один миллион человек. Если все они придут, то они не поместятся в этой мечети. А сколько женщин пришло? Вот половина мечети остается пустой. Что, все люди строго соблюдают обязательные молитвы? Люди переходят в другие неправильные течения, как Ахмадия. Там ваши женщины работают проститутками. У вас полно саун. Каждые двадцать лет воюете между собой. Я извиняюсь, это мои слова. Вам нечего делать в Сирии. Сначала сами станьте истинными мусульманами. Призывайте самих себя к полноценному исламу. Пусть мечети ваши будут полными людьми. Сначала призывайте к истинной вере. Вошло ли в каждый дом повиновение Корану? Вошло ли в каждый дом молитва? Почему мы не понимаем этого? Наша страна подобна свече в темную ночь. Все соседние страны покрыты тьмой, но у вас есть свет. Постарайтесь не погасить этот свет. Многие возможности и свобода религиозных действий, данные вам, не даны во многих странах. Слава Аллаху, что ты можешь практиковать религию полностью и призывать к истинному исламу. Тебя никто не тронет. Ваши женщины носят киджабы, есть религиозные школы. Свобода вероисповедания, которая есть в вашей стране, отсутствует во многих странах. Мы должны быть благодарны Аллаху. Действительно, политика, проводимая нашей страной, лучше, чем в других. Даже в арабских странах, мои дорогие братья. Воспользуйтесь этой возможностью. Пусть каждый человек станет истинным мусульманином. Пусть исчезнут все коррупционеры, все мародеры, все воры. Пусть каждый человек станет справедливым, искренним, духовно чистым. Пусть никто не становится алкоголиком. Пусть остановится проституция. Почему вы не стараетесь построить такую чистую страну? Именно это и есть ваш джихад. Допустим, вы все уехали. Кому вы оставите свою страну? Даже если вы все соберетесь и поедете туда, все равно вы не заполните маленькую дырочку. Кому вы собираетесь оставить свою родину? Итак, неверные приезжают сюда и женятся на наших дочерях. Вы что, хотите, чтобы они заполнили всю нашу страну? Сохранение вашего государства делается для того, чтобы не повторились те события в Сирии. Вот это ваш джихад. Ваша священная война – это брать знания, призывать людей к истинному исламу. Приблизилось время молитвы. И в конце своей речи я хочу сделать вам наставление. Не уезжайте в Сирию. Ваша страна во всем мире и в Средней Азии подобна светочу в темноте. Через вас распространяется религия и призыв к истинному исламу. Некоторые становятся радикалами, говорят о джихаде, а сам не полностью изучил эту религию. Он пришел в ислам только вчера, сегодня начал выстаивать молитву, а завтра он начинает говорить о священной войне. Некоторые из вас не знают, что такое шариатское знание, не разговаривают на арабском языке. Если вы поедете туда, то вас настигнет унижение. Ты со своими радикальными действиями говоришь о религии, не понимая полностью ее установления. Если по твоей причине погаснет свет, ты будешь в ответе за всю Среднюю Азию. Вы должны сохранить этот свет. Это ваша страна, это ваша свобода. Аллах спросит с вас о тех возможностях призыва к истинному исламу, которые у вас были, когда в вашей стране была такая ситуация. Будет спрос об этих вещах, никогда не забывайте об этом. В день воскрешения будете спрошены о ваших возможностях. Не езжайте туда, не езжайте туда, не езжайте туда. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, оставить комментарий и нажать на колокольчик. helped сказать, пока не Shoemaker. Продолжение следует... ... ... ... ... Продолжение следует...